Суэцкий канал В ноябре 2023 года хуситы начали атаковать проходившие мимо суда, которые, по словам еминского движения, хоть как-то связаны с Израилем. В итоге всего лишь за месяц, с ноября по декабрь, мировая торговля сократилась почти на полтора процента. А в январе Financial Times заявила, что грузоперевозки через Суэцкий канал за первую неделю месяца снизились на 90% в годовом выражении. Аналитики CNBC назвали такие перебои в поставках значительнее, чем в пандемию коронавируса в 2020 году. Какое влияние конфликт в Красном море окажет на мировую экономику? Что из обычных продуктов станет роскошью? А что вообще может исчезнуть с прилавков? И самое главное, кто от этого конфликта пострадает, а кто выиграет? Будем разбираться. Это Рынки Разбор и я, Татьяна Ладен. В январе Соединенные Штаты вместе с союзниками начали военную операцию в Йемене. Это усугубило ситуацию еще больше. После начала атак на суда ряд крупнейших контейнерных перевозчиков отказались от маршрута через Суэцкий канал. В итоге только в первом месяце этого года стоимость контейнерных перевозок выросла более чем в 2,5 раза. И дело не столько в стоимости топлива, росте зарплат экипажа или очень подорожавших страховках на транспортировку грузов, сколько в самом изменении маршрута. Все дело в том, что главный торговый путь из Северной Европы в Юго-Восточную Азию начинался в порту в Роттердаме. Когда корабли попадали в Средиземное море, они через Суэцкий канал следовали до того самого Красного моря. Отсюда торговые суда выходили в Аравийское море и попадали в Индийский океан. И они следовали уже в Азию, например, в порт в Гонконге. И также наоборот. По данным Порт-Вотч, в среднем такой маршрут занимал около трех недель. Но сейчас, когда в Красном море стало небезопасно, перевозчики начали строить свой маршрут через мыс Доброй Надежды. То есть огибая всю Африку с юга. Любые нарушения на этом пути вызывают в первую очередь рост стоимости контейнеров и перевозок. То есть там порядка, можно говорить, от двух до трех раз выросли в зависимости от какой точки мира идет контейнер. Плюс надо помнить, что есть проблемы с засухой в Панамском канале. Помимо очевидного увеличения издержек на транспортировку грузов для экспортеров и риска обстрелов, важно понимать, что маршрут в обход по времени получается больше в два раза. В среднем суда находятся в пути на две недели дольше. То есть свободных контейнеровозов, которые могли бы как раньше перевозить груз, стало сильно меньше. Отсюда и рост стоимости контейнерных перевозок. Конечно, и длинный маршрут, и дефицит контейнеровозов скажутся на конечной стоимости товаров. В первую очередь под удар попадают страны ЕС. Примерно 40% всех поставок в Европу шли как раз из Азии. То есть теперь большая часть продуктов будет дороже. Плюс рынок сделает свое дело. И в итоге все это отразится на инфляции. Пока, наверное, учитывая, ну, относительно, скажем так, слабый спрос в Европе, это не сильно влияет на рост цен. Но если это продолжится, ну, скажем, не знаю, там полгода-год, то в мировом масштабе это где-то, наверное, полутора до трех процентов инфляции добавит. При таком сценарии долгожданное снижение высоких процентных ставок в Европе пока откладывается в долгий ящик. Уже на последнем заседании Кристин Лагард высказала свои опасения по поводу состояния экономики еврозоны. По ее словам, темпы роста будут сдерживаться больше, чем ожидалось. А мировая экономика и, в частности, торговля характеризуются, цитата, «общей слабостью». Допустим, ставки останутся на высоких уровнях. Об этом пусть говорят макроэкономисты. А что же с продовольствием? Наступит ли в Европе или Азии дефицит? И что может вообще исчезнуть с прилавков? Важно понимать, что дефицит контейнеровозов не заканчивается просто нехваткой судов для перевозки грузов. Дефицит контейнеровозов – это еще и дефицит товара, который они поставляют. И помимо очевидного роста цен появляется еще риск двух сценариев. Первый. Говоря о продуктах, стоит учитывать то, что у всех у них есть свой срок годности. И если к каким-нибудь условным консервам все равно, сколько ехать из Азии в Европу, или наоборот, то ряд овощей и фруктов могут просто не пережить пять недель в открытом море. И решение, по крайней мере, на ближайшем горизонте – два. Либо временно приостановить поставки продуктов до улучшения ситуации в Красном море, либо перераспределить их на сухопутный и воздушный транспорт. Но это пока очевидно дороже. И здесь появляется второй сценарий, что есть вероятность того, что некоторые продукты просто исчезнут с прилавков Европы и Азии. Какие? Аналитики Bloomberg приводят в пример кофе Робуста. Его, по словам агентства, может вытеснить кофе из Бразилии. Но, тем не менее, эксперты настроены позитивно и считают, что в таком виде дефицит Европе не грозит. Есть какие-то товары, которые вчера Европа больше или Америка закупала, скажем, в той же Азии, в том же Китае. Сегодня, соответственно, будет просто спрос на локальные продукты, потому что они выравниваются в цене с теми, что закупались в каких-то других местах. Если мы говорим про ситуацию глобально с продовольствием, то я думаю, что на текущий момент ничего серьезного там не произойдет. Европа, во-первых, достаточно самодостаточна с точки зрения того, что она производит в плане продовольствия. Это не вызовет глобальное отсутствие товаров. Понятно, что что-то, может быть, пропадет, но это не значит, что людям завтра нечего будет кушать или люди перестанут пользоваться автомобилями или не смогут их купить, потому что не будет запасных частей. Все будет, просто вопрос цены, ну и, скажем так, широты ассортимента. Конечно же, экономические потери будут на товары первой необходимости, которые требуют оперативного, более оперативной доставки. Но рынок логистики все равно адаптируется. Мы уже поняли, что больший удар придется на Азию и Европу. Их экспорт друг к другу составляет 16,10 миллиардов долларов соответственно. Япония – второй по величине импортер товаров из Европы. Индонезия тоже поставляет существенный объем. Но кто еще пострадает? Давайте отойдем от вопроса товарооборота. Египет – страна, экономика которой существенно зависит от сборов за транзит судов через Суэцкий канал. По данным коммерсанта, они достигают почти четверти всех валютных доходов страны. А теперь перейдем к рынкам. Несмотря на уже упомянутые риски дефицита в продовольственном секторе, эксперты в списке потенциальных жертв первыми называют автопром. В Китае производится очень много чего. И первое, что уже произошло, я как сказал, автопром, на него уже это повлияло. Что-то связано с одеждой. Ну и дальше, в принципе, вплоть до каких-то там производителей реально больших компаний, типа BID в Китае, которые просто будут сложнее или дороже, скажем так, как за счет увеличения стоимости контейнерных перевозок просто везти автомобили в Европу. Беда не прошла и западный автопром. Недавно Тесла и Вольво сообщили о планах приостановить производство в Европе. Все дело в нехватке комплектующих, поставки которых задерживаются из-за перестройки торговых путей. Грузы, которые шли, комплектующие из Азии в Европу, тоже добавляете 9-10 дней. Но самое главное, что это жизненно важные комплектующие, особенно электроника. И часть заводов в Европе встали, потому что у них просто нет комплектующих. На втором месте, как уже сказали эксперты, одежда. Из Азии в огромных объемах идут поставки одежды, которая в большей степени производится в Китае. Так, о сокращении производства заявила уже британская компания Next, а ритейлеры Tesco и Marks & Spencer предупредили о росте цен на продукцию. Также под удар может попасть и всеми любимые Nike и Adidas. Но самое главное, что нужно понимать, страдают все экспортеры, поставки которых хоть как-нибудь связаны с перестроением логистики или движением через Суэцкий канал. А кто в плюсе от атак судов в Красном море? Ответ очевиден. В плюсе те, кто эти товары перевозит. Напомню, что сначала атак хуситы в Красном море. Крупнейшие контейнерные перевозчики, такие как Майерск, Хапа-Клойд, Куаска и прочие, отказались от маршрута через Суэцкий канал и повезли свои товары в обход Африки. Но не стоит за них переживать. Аналитики фондового рынка пророчат хороший рост прибыли компаниям-перевозчикам. Сейчас одним из самых прибыльных оказался бизнесов, связанных с поставками, это рост запросов на контейнеры. Поскольку все удлинилось, контейнеров нужно больше. Производители контейнеров выиграли очень здорово. Вслед за компаниями-перевозчиками идут страховщики, некоторые из которых существенно увеличили свои премии за страхование грузов. Причем, как сообщают СМИ, на некоторых маршрутах стоимость страхования выросла до 10 раз. Авиаперевозчики тоже хорошо заработают. В условиях неопределенности и не до конца выстроенных логистических цепочках морского транспорта воздушные перевозки всегда остаются более дорогим, но надежным решением вопроса транспортировки груза. И здесь аналитики обращают внимание на такие компании, как DHL и FedEx. И не стоит забывать про нефтяников. За январь стоимость эталонного сорта Brent прибавила более 4%. Но если так будет продолжаться, то нефтяные компании смогут хорошо заработать на конфликте в Красном море. И, конечно, самое логичное. Сбой логистических цепочек – это отличная возможность заработать тем, кого конфликт в Красном море с точки зрения торговых маршрутов не коснулся. То есть страны, которые смогут заместить потери и поставить в Европу и Азию необходимые товары по приемлемым ценам. Главный вопрос, который, конечно же, нас волнует – что конфликт в Красном море значит для России? Атаки торговых судов хуситами не оказывают такое большое влияние на нас, как на Европу или Азию. Просто по причине географического положения и выстроенной логистики. Мы, понятно, что, наверное, здесь меньше зависимы, потому что у нас все-таки большое количество товаров идет сухопутным путем, ну или, скажем так, избегая как раз-таки Красного моря с точки зрения логистики. Но мировая экономика и торговля – это сложный и взаимосвязанный механизм. И если крупнейшие поставщики страдают, то это скажется на всех. Несмотря на то, что наш импорт товаров из Европы с 2022 года существенно сократился, поставки все еще продолжаются. И если для Европы привезенные обходным путем из Китая запчасти обошлись дороже, то это скажется на конечной стоимости продукта, который потом повезут в Россию. Это может отразиться и на инфляции, и, возможно, на ставках. Но главное все-таки в этой проблеме – что будет с нашими экспортерами? В последнее время основная часть поставок российской нефти приходится на Индию. Поэтому Суэцкий канал особенно важен для нас. Ведь если ввести нефть в обход Африки, то это очень дорого. И здесь конфликт в Красном море может сыграть свою роль. Несмотря на заявление, что хуситы не станут нападать на российские и китайские суда, в конце января в Форбс появилась новость, что хуситы все же атаковали танкер с российскими нефтепродуктами. И тем не менее, эксперты считают, что экспортеры продолжат поставлять нефть через Суэцкий канал. Транспортные компании везут российскую нефть через Суэцкий канал. Нефтепродукты, произведенные в России, нефть, произведенные в России, отправители принуждают грузоперевозчиков, а именно шиппинговые компании, вернуться в Суэцкий канал. Большей частью это касается балкеров, нежели контейнеры. В настоящий момент, честно говоря, непонятно, зачем российские правители могли бы сейчас пытаться отправлять нефть вокруг Африки, если того не требуют их перевозчики. Я не думаю, что даже полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке, имею с участием Ирана, Израиля, приведет к тому, что мы перестанем поставлять нефть в Индию. Но атаки в Красном море все же могут оказать существенное влияние на экономику России. Но скорее с точки зрения цен на нефть. Мы уже говорили, что в январе Brent прибавил около 4%. Так вот, в случае эскалации конфликта цены на нефть могут значительно вырасти. А это, в свою очередь, поступление нефтегазовых доходов в наш бюджет. С каждым годом экономика становится все более гибкой и устойчивой к различного рода шокам. А компании постоянно ищут новые пути решения, касаемо перебоев с поставками. Так, Хапа Клоид открыла новый сухопутный маршрут в обход хуситов. Кстати, все чаще стали обсуждать и выстраивание логистики через Северный морской путь. Но как скоро все встанет на поток, пока неизвестно. Как бы странно ни звучало, но конфликт в Красном море, конечно, ударил по экономике, но пока не нанес непоправимый ущерб. Поэтому главный вопрос, от которого зависит исход, как долго суда будут атаковать. Потеря в полтора процента в ноябре-декабре для мировой экономики может и терпимо, но лишь в глобальном масштабе. И к каким реальным последствиям эскалация конфликта в Красном море может привести, можно лишь только догадываться.